привет дорогие подписчики и зрители канала меня зовут артур мы продолжаем проходить игру грей находимся в подвале собственного дома и судя по всему это мы уже достаточно близки к завершению потому что творится что-то совсем непотребное но тем не менее у нас есть пистолет верный у вас есть фонарик что это за место моя голова болит больные больные люди что ж такое а знаете я по моему понял это нас только что показывали на самом деле мы сидим в дурке в комнате обитый войлоком это все не важно потому что теперь у нас есть жизнь ты посмотри что там был у так ну-ка елки-палки это что такое офигеть да как сложно от вас уворачиваться вот в этой игре в какую сторону не пойдешь всегда находится куча развилок это меня просто удивляет временами ну да ладно давайте продвигаться потихоньку но здесь дорога ведет вниз и кроме того отовсюду торчат волосы поэтому я сюда совсем не хочу тихо я не могу как-то хорошо так сохранились и пошли так у меня птичка то нет птички нет хотя давайте хотя давайте лучше туда все таки отлично что может быть лучше там стоит кто-то нет заколочены твою мать я почему-то их боюсь тут срачки просто но в итоге то нам ничего не дало не дало только патроны потратили ладно это хлеб закрыта заела не поддается замечательно чем больше двери не поддается и не открывается тем не спокойнее хорошо так не понял для чего тебя батарейки что ли но судя по всему для фонарика но я как-то не замечал что чтобы он разряжался там или еще что-то твою мать дай-дай аптечку ладно не судьба с каким-то странным металлическим звуком так вот короче ничего придет все таки туда идти до нет ладно я тут не был дай-дай аптечку да я попал но в этой игре вообще ничего не поддается логическому объяснению просто творится какой-то капец другому не скажешь это не то чтобы плохо все таки немного осмысленности бы не помешало конечно но страшно страшно я кстати знаю куда мы прошли тут у нас перегороженные решетки все отлично уже хорошо но что самое характерное вы заметили мы в турке опять ну во всех этих играх так или иначе попадаем в дурку не поддается узи отлично вот уж чего не ждал того не ждал фули автоматик бич хорошо я так и не понял сколько патронов у него в обоим на 35 по идее должно быть блин куда я иду вообще мэтт сказал я найду ответы в подвале возможно это коробка с фотографиями или что-то в этом духе короче сюжет пишется исключительно в этих загрузочных экранах не самый лучший подход я как-то люблю когда более наглядно отлично уже что-то вполне неплохо да лифта только не хватало так а там у нас центральный вход не открывается нет вот нють блин как я это мог пропустить я бы сейчас вот тут принял аптечки а эту бы с собой взял ой тормоз ну ладно закрыто два последних выстрела были необязательными ну что поделать вот сейчас игра мне напоминает и фрейдов монстрс как никогда 45 в рожке значит хорошо я весь день здесь сижу смотрю за этими людьми как они пялятся друг на другу без какой-либо эмоции что они сделали чтобы заслужить такую судьбу мне интересно в таких заведениях как правило сидят только наделавшие бед товарищи специальное крыло здесь похоже особо опасные товарищи да так хорошо ты одна была? судя по всему да видите фонарик он по идее не окончается для чего эти батарейки я не понял ой это же наши да? мы тут были то есть ну может и наш на самом деле потому что есть у меня подозрение что на самом деле наш герой сидит в дурке да взяли мы уже этот ножик в свое время зачем нам второй такой же ой блин да что ж ты делаешь вернее что я делаю офигеть я в него хоть попадал нет это что за... ладно это что за дурдом был такой может его можно только этим ножом убить это было слишком просто это было так просто просто взять этот нож и сделать это до свидания до свидания с вами Вес да Отвержись! Дайте мне ингрэм. Да ему пофигу вообще. Да, бери ты ножик, ну, ну бери ножик. Я не знаю, ребят. Это какой-то капец. Его не берет оружие. Возможно, его можно убить только этим ножиком. Ну да, попробуем. Мне кажется, от него вообще как-то... Ой-ой-ой! Да че ты делаешь-то? Да и на ножик ему тоже пофигу. Понятно. Блин, можно было получше пройти. Сохраняем все жизни. Ох, сколько у вас тут елки-палки. Давайте-ка мы сделаем тогда попроще, да? То есть, чтобы полной жизни остались. Но сейчас просто, оказывается, от него бежать нужно. Просто убежим нафиг. Так нам будет гораздо проще. Давай-давай-давай. До свидания. С вами было весело. Без вас гораздо лучше. Все, теперь сохраняемся. Блин, надо же передергивать всего. Все? Еще есть желающие? Вроде нету, да? В итоге, что нам это дало? Мы взяли ножик. Но зачем нам этот ножик, если у нас был такой же? По крайней мере, здесь появились зверушки. Значит, мы все делаем правильно. Нормально. Так, тут ничего не пригодилось. Судя по всему, нам нужно туда, откуда они бегут. Да, сдохнешь ты уже. Сюда я не попадаю никак? Ладно, хорошо. Ой, блин, какой капец. Ничего, то есть, совсем обратно идти нужно, что ли? А, теперь, смотри, тут решетки нет уже. И что мне это дает? Сюда я не попадаю по-новой. Твою мать. Ну, раз монстры есть, значит, я все правильно делаю, я так понимаю. Так, ладно, хорошо. Что это нам в итоге дало-то все? Мы были уже. Ты-то кто такая? Или такой? Офигеть. Я ничего не хочу уже. Просто хочу выбраться отсюда. Это же, по-моему, ненормально. А, ножик сюда, понятно. Офигеть, что ты как-то с моим отцом связанной. Запись говорит, что с ним что-то произошло в этом госпитале, в этой больнице. Так, предмет письма. Пациент был арестован за брутальное убийство, то есть за жестокое убийство в ноябре. Полиция попросила психиатрическое обследование. Я должен найти записи моего отца. Мы еще куда-то едем. Обалдеть. Мне казалось, что это последняя серия, но, судя по всему, история продолжается. И это не так плохо. Это хорошо. Такие хорроры на вес золота. Просто последняя серия вообще бессюжетная какая-то была, конечно. Наконец-то, говорит, появились нормальные зацепки. Мой отец, который был персоной, которую мы предпочитали с матерью, не обсуждать. В общем, по нему что-то стало ясно из документов в больнице. Мой путь стал яснее в первый раз за все время. Я быстро добрался до госпиталя в поисках записи о моем отце или других членов семьи, кто могли быть замешаны. Семейная история стала для меня, вокруг, очень важна. Ну что ж, еще одна больница. Где-то здесь они должны быть, документы. Ладно. Что, по оружию вообще огнестрела не осталось? Ну к этому я уже привык. Давайте с этим ходить. Закрыто с другой стороны. Хорошо. Понятно. Для чего эти батарейки все же? Ну здесь, по крайней мере, светло. То есть не так все плохо. Кладовка. Кругом кеды валяются в этой игре. Архивы на третьем этаже. Понятно. Что написано? Никаких мобильных телефонов. Ну чтобы не нарушило работу тонкой аппаратуры местной. Так, тут вообще ничего, похоже, нет. Здесь комната для собраний, похоже. Что там? А, я думал, это звезды. Звезды так быстро перемещаются по небу. Так, склад. Складу нет ничего. Документы. Закрыты не могу открыть. Ну что ж, подниматься на второй этаж. Все ближе к архиву. Почему я как-то напрямик не могу пройти? Никогда. Нужно найти другой путь. А я уже вижу, что там что-то шевелится. Это эти маленькие кукольные дети. Ненаверно. Блядь. До свидания. Более-менее приучился к ним. Вернее, более-менее приучился к трубе. До свидания. Еще есть желающие? Есть. Ох, мне сейчас УЗИ. Какой-то особенный, что ли, я не пойму. Что ж там не так-то? Еще есть? Ладно. Воденец. Ой, только летые. Вот с этим вообще невозможно драться. Они по-любому попадают. Самое главное, это попытаться побольше ударов нанести, пока они не прочухали. И зачем я сюда ходил? Получить людей, что ли? Замечательно. Оно того явно стоило. Ох, ладно. Закрыто. Комнат отдыха. А по-моему, сделан. Да, вот у нас в больницах, вот сколько я в больницах было, ну, я не так много, слава богу. Комнат отдыха всегда находится, то есть, прям в коридоре. Если кто в палатах, то им слышно, что там по телевизору, там, может, кто-нибудь там Дом-2 смотрит. У тебя мозги от него кипят. Ты вынужден слушать вот это все, потому что там еще громко срубают, как правило, что надо. Не знаю, короче. Как-то вот так вот прикрыто, и там хоть внутри дискотеку встраивать, совсем другое дело. Тихо. Что за звуки были? Ну, ладно. Что здесь произошло в палате? Полицейская линия почему-то тут. Ну, вроде нормально все, да? Вот только своим. О-о-о-о. Так, ну-ка. Пятизначный номер, хорошо. Будем искать. Вот так. Теперь давайте присматриваться ко всему. Но тут ничего, допустим. Вроде как тоже. А, вот, смотри, да. Чтобы не забыть код от этой комнаты, я нацарапал его на плитке в ванной комнате. То есть душевой. Хорошо. Понятно, мы все-таки не зря сюда ходили. 4, 9, 8, 2, 3. 4, 9, 8, 2, 3. Надеюсь, сейчас ничего не вылезет. А то я забуду. 4, 9, 8, 2, 3. Спасибо. Так, еще как-нибудь. А, по-моему. Простите за этот истеричный выстрел. Скорее-ка на наду. Но это просто было на эмоциях. Так, ладно, что это нам дает? Нам дает патроны к берете еще. Отлично. Так, ну и что, давайте на этом, наверное, прекратим эту серию. В следующий. Это что за код? В следующий будем продвигаться дальше. И вот, возможно, следующий уже будет последний. Но не знаю. Тут как-то сложно понять именно это все. Но, тем не менее, мне кажется, что в ближайшее время мы разберемся уже с тайнами этой семьи. Довольно темными, надо сказать. Игрушка офигительная. Но при этом, заметьте, я всегда говорил, что она похуже. А вон туда нужно идти. Что она похуже, чем Краю Фир в плане практически всего. Но тут дольше делали намного. Тем не менее, игра очень крутая. Надеюсь, вам понравилось. Увидимся в следующей серии. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok